Это ни в чем не повинный ребенок пострадал, понимаете, просто выйдя на прогулку вот сюда. Фарида Амарова, мама девочки, которая год назад, гуляя с отцом на этой площадке, по адресу Акушинского 23, решила прокатиться с горки. Поднимаясь по ступенькам, четырехлетняя малышка оступилась, ударилась головой об асфальт и разбила голову. Все произошло в считанные секунды, отец даже не успел поймать ребенка. Родители считают, что будь там резиновое покрытие, удар можно было самортизировать, избежав трагичных последствий. Гематомы с обеих сторон, теменной области, перелом основания черепа. Нам тут же сделали операцию, операция длилась около шести часов, 21.55 ее забрали на операционный стол. В четыре утра где-то спустился доктор, сказал, что девочку наблюдаем. Две недели мы находились, с третьего по семнадцатого мы находились в реанимации. Ребенок был в очень тяжелом состоянии, медикаментозная кома была. Ребенок мой заново научился сидеть, говорить, стоять, ходить. То, что мы пережили, это... Женщина и ее супруг не раз писали заявление в правоохранительные органы, но получали отписки с заключением состава преступления нет. Однако жильцам пообещали в скором времени установить на площадке резиновые пластины. Обещания никто не выполнил, а между тем количество детских травм на том же самом месте продолжало расти. Сколько я живу три года, да, вот три года вот эта площадка находится в таком состоянии. Очень, сами видите, очень в ужасном. И просто детям нашим спокойно здесь гулять, играться, ну, негде. Не получается. И машины проезжают, проезжает часть. Моя девочка тоже вот так один прекрасный день играла здесь на площадке. Из-за того, что там горка уже в убитом состоянии, она хотела на нее залезть, не залезла, отошла от нее и упала. Упала прям головой об бордюр. Когда она упала, мы обратились в многопрофильную больницу. У нас диагностировали легкое сотрясение. Девочка две недели находилась дома, не посещала ту и школу, пропустила. И вот у нее здесь остался шрам. Сколько у нас здесь детей с качелей падает, за то, что качеля в таком убитом состоянии. Сотрудники УЖКХ разводят руками, утверждая, что в Махачкале, согласно программе комфортной городской среды, в 2017 году был благоустроен 61 двор. И ни в одном из них, согласно документам, покрытие площадки резиновым полотном не было предусмотрено. Инспекторы, которые принимали эту работу, они принимали непосредственно работу, которая была предусмотрена в этой программе. Но не был предусмотрен этот вид, в связи с этим и не была установлена данная резиновая площадка. Хочется добавить, что нами сейчас, на сегодняшний день, считается сметный расчет, имеется в виду объем работ на выполнение данных работ, а именно устройство резинового покрытия. Далее будет смета, направлено в финуправление для рассмотрения установки именно этого работы. Какое бы мягкое резиновое покрытие ни было, хотелось бы обратиться к родителям детей, чтобы всегда находились, не отходили даже в метр друг от своих детей, а именно держали их за ручку. Допустим, ребенок поднялся на горку, я лично своего ребенка, я его всегда держу за ручку и сопровождаю все его действия. Родители и дети мечтают о новых безопасных качелях, каруселях, горках и турниках, в случае падения с которых им не придется биться об асфальт. Представители регионального штаба ОНФ солидарны с их мнением. Более того, они указывают на четкие требования согласно техническому регламенту Евросоюза о безопасности на таких объектах. Ну, конечно, это абсолютно не норма, это видно невооруженным глазом, и не надо быть специалистом, чтобы понимать, что это не детская площадка, а просто какая-то необустроенная или слегка благоустроенная дворовая территория. Здесь должно быть, естественно, покрытие, здесь должно быть ограждение на детской площадке, должен висеть паспорт безопасности, должны быть информационные щиты, на которых указаны часы работы, рост, вес ребенка, какие условия, правила безопасности они должны соблюдать. Естественно, здесь этого ничего нет. И самое интересное, что вот эти люди обращаются в администрацию, и мы обращались в администрацию, нам отвечают, что все площадки, которые были запланированы в 2017 году, они построены согласно проектно-сметной документации. И на сегодняшний день никто из администрации пальцем не пошевелил, чтобы исправить вот это положение. А дети ведь гуляют здесь, играют, и уже ни один ребенок здесь упал. Все участники конфликтного вопроса, в котором не удается найти решение, наказать виновных и заключить, кто же все-таки и когда установит новое покрытие, сдаваться не намерены. Впереди у причастных к баталиям очередные обращения в прокуратуру. Лариана Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала.